Свой рабочий визит на Учебоксарск Алена Аршинова, депутат Государственной Думы Российской Федерации, начала с посещения детского сада комбинированного вида номер 48 «Журавлик». В этом учебном году в детском саду функционируют три группы компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей с амблиопией и косоглазием. Это 45 дошкольников. Заведующая детского сада Лариса Степанова провела экскурсия по дошкольному учреждению и показала гостям новую комнату для ребят – студию «Света, звук и движение», которая была открыта совсем недавно. Здесь можно поучаствовать в изучении новых предметов, поэкспериментировать с ними, прикоснуться к волшебству умных приборов и техники. В интересный процесс подключили гостью. Мы узнали, что они будут здесь, да, здесь крылья, здесь калининграды, здесь острова, да, заверные все наши. Без них никак, мне кажется. На создание условий доступности и проведение работ по установлению подъемника, расширению дверных проемов, замену дверей, оборудование санитарно-гигиенического помещения для людей с ограниченными возможностями здоровья, установку поручни и устройства покрытий из тактильных плиток в коридоре первого этажа здания, замену светильников из республиканского бюджета Чувашской республики выделено более 1 миллиона рублей. Медицинское оборудование, осветитель таблиц для исследования остроты зрения в комплекте с таблицами, аппарат светодиодный, офтальмологический, облучатель, рециркулятор, бактерицидный и другие аппараты для диагностики и восстановления зрения – здесь самое лучшее. После знакомства с детским садом Алена Аршина вручила благодарственные письма воспитателям и родителям воспитанников, после чего в формате диалога прошло общение. Мне кажется, что очень важно было бы в помощь воспитателям в институт тьютера, когда, например, родитель, если он желает, он может быть официально прикреплен к детскому саду, к этой группе, помогать своему ребенку и помогать другим детям, помогать воспитателю. А если он еще и педагог, он мог бы еще и педагогический стаж этот засчитываться, и он мог бы быть оформлен и получать зарплату. Детей не нужно травмировать ранним оцениванием, экзаменами, тестами и всем прочим. То есть это все должно быть по-другому. Это качественное наблюдение или включенное наблюдение. То есть вот другой подход. То есть это мы тоже Рособорнадзору предложили. Все желающие могли задать интересующих вопросы депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Создание программ капремонта, модернизация и питание воспитанников детских садов, возвращение должности медицинских работников в штат детского сада, участие родителей в жизни дошкольного учреждения и другие темы были затронуты на встрече.